Предмет нашего разговора сегодня – наши бесконечные сглазы. Все думают, что их сглазили, что их прокляли или навели порчу, да? Но такое явление, как сглаз, оно встречается очень часто, и можно сказать, что сглазы есть у всех, потому что все постоянно всех гладят. Итак, давайте разберемся, как понять, что на вас есть сглаз, и как его, в общем-то, снять, да? Итак, что такое вообще сглаз, вкратце? Это когда энергетически кто-то своим взглядом наносит вам энергетический ущерб. То есть человек, допустим, позавидовал тому, что у вас есть красивая машина, которой у него нет, и он не подумал, что «О, какой молодец, я хочу так же, что же мне сделать, чтобы этого добиться?» А он подумал, ах какой, там, как он там нечестным трудом заработал на эту машину, и испытал негатив в вашу сторону, и таким образом нанес вам ущерб. То есть он завис на вас, положил на вас свой глаз с негативным посылом, и тем самым испортил вам энергетику. Вообще, сглазы такие, да, они ложатся, когда человек, в принципе, энергетически сильнее вас, и ложатся они очень хорошо. Не обязательно, что именно в тот момент, когда сглаз лег на вас, этот человек, ну, на самом деле, да, энергетически сильнее вас. В этот момент именно вы можете быть просто слабее, а человек сильнее. То есть вы, допустим, расстроены, где-то вас обидели, еще что-то, вы идете, вы в слабом состоянии, и в этот момент человек, который находится в более ресурсном состоянии, так скажем, берет и гладит вас. Сглазы могут быть разного рода, да, могут, когда вас хвалят, допустим, тоже сглазить очень даже легко, или же ваших детей, когда тоже думают и говорят, ой, какой красивый, хороший мальчик. Особенно, когда о ваших детях начинают заботиться при вас непонятные посторонние люди, знайте точно, что это может все обернуться дело сглазом. Сглаз – это вообще такое явление, которое постоянно происходит, и нужно уметь от него избавляться самостоятельно. Но нужно делать также это вовремя, потому что если вы это дело затянете, то вы можете просто не успеть снять сглаз, и придется уже проводить полномасштабную чистку, чтобы вас от негатива чистить, потому что он может перерасти уже в более тяжелые негативные программы энергетические. Как понять, что на вас есть сглаз? Вы можете проанализировать в своей жизни события в своей жизни. Знайте, что если что-то идет не так, это однозначно плохо, и в 100% есть какая-то негативная программа. Но то, что это сглаз или это порча, это уже нужно диагностику проводить для этого, да. Как понять, что именно сглаз на вас есть, и проанализировать, может быть, даже понять, кто его сделал. Если у вас что-то идет не так, допустим, у вас было все хорошо, да, с отношениями любовными, и тут кто-то похвалил ваши отношения и сказал, ой, как хорошо у вас там все складывается, здорово и замечательно. И тут, буквально там в течение, может быть, этого же дня или нескольких дней ваши отношения начинают разрушаться. Вы замечаете это разрушение, и тогда вспоминаете, что было сказано, кто обращал внимание на какие-либо аспекты вашей жизни. То есть, если кто-то обратил свое пристальное внимание, похвалил или как-то отметил какую-то вашу черту, или, может быть, часть вашей жизни, и тут начинаются проблемы, однозначно это сглаз. То есть, ну, на примере любовных отношений я вам пояснила, как это можно продиагностировать. Конечно, сглаз могут навести, ну, то есть, как навести, да, он сам ложится, и через интернет даже, потому что, если вы, допустим, выставляете фотографии с себя, своих детей, своих родных, на этих фотографиях нет защиты, на вас тоже нет защиты, и вообще вы даже не знаете, что это такое защита, и зачем она нужна, то очень легко ложиться сглаз, и вы даже не узнаете, кто это сделал. Поэтому, ну, конечно, самое главное правило магии – это чистки защиты регулярные. Если чувствуете, что зацепили сглаз, видите, анализируете, как самостоятельно можно в домашних условиях почиститься от сглаза, от свежего, да, это взять яйца, покатать себя и сказать, что вы очищаетесь от сглаза и от другого разного рода негатива. Можно своими словами сказать. Вообще, наш учитель, Алена Полынь, даёт очень много ритуалов для самостоятельной работы, для того, чтобы очиститься от сглаза. Можно также принять ванну с солью и наговорить на воду, да, сделать рукой воронку и сказать туда, что вы очищаетесь от всякого негатива, от сглазов, от проклятий, да, от злых слов, опускаетесь в эту ванну и очищаетесь. Она вас очищает, вода и соль всё с вас это снимает. То есть, если свежий сглаз, вы вполне самостоятельно можете очиститься от него и также очистить своих детей, ну, и младших родственников попробовать тоже. Если хотите, допустим, может быть, у вас там у сестры или у брата вы заметили сглаз и решите помочь. Тоже можете взять, сделать им ванну с солью, пусть они там полежат. Вот таким образом можно снять свежий сглаз. К примеру, да, но вообще очень много есть для этого у нашего учителя Алены Полыни ритуалов. Поэтому не затягивайте. Если видите, отслеживайте сглаз у себя, берёте и чиститесь тут же. Не ждите, пока он перерастёт в нечто более серьёзное. Ну и, конечно же, обращайте внимание на своих родных, на своих близких, как у них дела, да. Если видите у них, вы можете им об этом сказать. Если они как-то скептически относятся, ну, вы можете им помочь, потому что помощь, она никогда не бывает, искренняя помощь, да, когда вы заботитесь о своих родных, никогда не бывает лишней. Так что чистимся от сглаза. Если видите, что сами не справляетесь, приходите к нам, мы вам поможем. Конечно, если видите уже, что сами не можете снять, да, видите, что это уже не просто свежий сглаз, а что-то серьёзнее, не надо думать, что это может быть то, или это, или пятое, или десятое, и пытаться снять всё подряд, потому что вы можете просто не попасть, не узнать и не понять, что это. Поэтому лучше сразу, ну, увидели, поняли, что хорошо, я тут умываю руки, не могу ничего сделать, пойду в центр парапсихологии, мне там помогут. Так что давайте будем строить свою жизнь сами. Желаю вам жизни без сглазов, если видите что-то не так, сразу же снимаю. Ну и, конечно же, много-много любви, денег и здоровья.